Медики на передовой должны быть обеспечены максимальной защитой. Наталья Гиль переболела ковидом полгода назад. И, перенеся заболевание единожды, повторения истории не хочет. Кроме того, что я являюсь врачом общей практики, ежедневно контактирую с большим количеством людей, я такая же обычная женщина, как и многие другие. И ежедневно хожу в магазин, посещаю торговые центры, контактирую с своими близкими и родственниками. Как врач и как обычный человек я несу ответственность за своих близких, родственников и коллег. Для этого я вакцинируюсь, чтобы в дальнейшем снизить риск заболевания коронавирусной инфекции. Идти на вакцинацию можно спустя полгода после выздоровления. К этому времени количество антител обычно достигает нейтрального уровня. На сегодняшний день у нас вакцинировано 95% не только врачей, но и всего персонала поликлиники. Я тоже жду, через месяц я также буду прививаться, потому что в январе месяце я перенесла заболевание. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Медики рекомендуют в первую очередь привиться людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день первый компонент вакцины уже получили более 358 тысяч жителей региона. Более 283 тысяч сделали прививку вторым компонентом вакцины и таким образом завершили вакцинацию. Мы для того, чтобы эти темпы были интенсивные, мы максимально проводим вакцинацию на дому по жилому населению, маломобильному населению, тем людям, которые находятся в самой высшей степени риска. Поэтому сейчас у нас привитость по маломобильным гражданам около 80%. Кроме того, по пятницам и выходные дни работают передвижные прививочные пункты у крупных торговых центров Самары. Также записаться на прививку можно по номеру 122, позвонив в свою поликлинику или используя госуслуги. В области в последние дни увеличивается число выявленных заболевших. Коллективный иммунитет позволит остановить распространение инфекции. Ольга Хомракулова, События.